Команда Трампа обсуждает план большой военной операции на севере Мексики против наркокартелей. Они предлагают задействовать спецназ, дроны и даже ракеты для уничтожения лидеров картелей в духе борьбы с исламистами на Ближнем Востоке. Республиканцы обвиняют картели в начале настоящей войны против Америки, ведь те зарабатывают миллиарды долларов на торговле людьми, распаляя миграционный кризис на южной границе США. За период президентства Байдена ее взяли штурмом по разным данным около 15 миллионов нелегалов, а то и больше. Вместе с потоком нелегалов идет и волна наркотиков от передоза опиоидами в США, который год подряд умирают более 100 тысяч человек. Пограничники же обслуживают схроны с сотнями килограммов опиоидов на границе, чего достаточно для убийства десятков миллионов американцев. Ежегодно число жертв наркотического кризиса для США превосходит все потери по вьетнамской войне в два раза. Впрочем, любые попытки давать этому отпор столкнутся с противодействием нарколобе внутри Америки. Оно курируется как демократами, продвигающей полный легалай в своих штатах, так и разведсообществом США, которое не выносит Трампа. Ему будут пытаться ставить палки в колеса, лишь бы он проиграл в приграничной войне. Да и сама Мексика крайне негативно отнесется к вторжению американских войск на свою территорию. Так что это рискует быстро превратиться в новый Афганистан, причем теперь у самих границ США. Продолжение следует...